Добрый день! Удельники Великой Чыны Войны, які проживаются на Гомель, не отримали державную з нагороды Украины. Гэтая пазея отбылась по час приезду делегации Чарниговского района на Брагиншину. А б тым, што, въят новые два народы у материале Олега Сентюрова. Представников Чарниговщины беларусы сустракают каля границы. Сгодно с традицией, хлебом солью, який прямая самый гоноровый член делегации, удельник Великой Чыны Анатоль Шкурко, свой боевой шлях ветеран починал в 43-м и дайшов до Берлина. Кажа, што шмат дядь червонармейцев сустракали с хлебом, але пачас баю за Камарын перши вызвали на беларуский населенный пункт. Аб гэтам нават не марали. Огонь ворога был таким моцным, што голову нелега было узнять. Тым, хто захопить плацдарм, командование пообицаало звание Героя Советского Союза, але зарабить гэта было зусимня просто. Так што теперешний хлеб-соль – гэта не тольки знак гостиности, але и падяка. Трассирующие пули летали над нами. Конечно, давайте так, это же война, значит, были и жертвы, были и раненые. Но в Днепре и раненый, он уже становился потенциально мертвым. И эти пули, расстрелы, особенно когда раненый, и кричит «мама» и так далее, истекает кровью, то теряешь сознание. Делегация Чарниговского района разом с простонниками Гомельской области ускладывая кветки до помников воинным-возвалителям. Под этими плитами урадженцы бадай у сих краин былого Советского Союза, у тым ляку Украины. До речи, до 70-ти годы возваления Чарниговского района тут выдали специальный сборник об у сих войсковых помниках, які размещены на этой территории. Как кажуть, простонники у сих поколений не тольки бачили прозвище с инициалами, а докладно ведали, кто и за что смыгался. На Чарниговшине так само лечить необходным займаться выховавчей работой на прикладах истории Великой Отчинной. Такие книги позволяют нам сделать, открыть историю. Потому у нас в сельских советах, в школах, в сельских клубах, по наших архивных установах, музеях и других мы так вот раздаем эти книги, раздаем. Со встречи ветерану Великой Отчинной Беларуси и Украины завершается концертом. Со сцены гучать песни «Набо двух мовах» и як кульминация вручения беларуским ветеранам, які воевали на территории суседней країны украинских узнагород. Медаль «70 год возволения Украины от фашистских захопников» так уже здарывался, что воевали разум с упрати одинага ворога, а узнагороды теперь розная. Правда, украинцы о своих вызволителях памятують, подчас встречи ветерану у Камрыне такие медали отримали 4 жахары Брагинского района. У саковеку этого года Черниговский район официально наведает делегация Брагинщины. Головная мета – подписание погоднения супрацовництвы. Як чекается, у рамках этого визита украинские ветераны, які змагались на территории нашей республики, отримают медали «70 год возволения Беларуси». У нас была одна война и огульная перемога на Гомельщине и Черниговщине. Об этом добро памятують. Олег Сентяров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Звороты громадян – один из немаловажных показчиков якости работы, выканавших органов улады. Кольких поступило у Гарвыконкаму в минулом году, что хвалюе гомельчан и як плануется выращать проблемные пытания. Гэты и темы обмерковались сегодня на пастяжении Гомельского Гарвыконкама. За минулый год колькость зворотов, які поступили у Гарвыконкамы и администрации районов города, знизилась. Великая увага надавалась выращению проблемных пытаний, яши до того, як и они поступали от гомельчан. Попережение зворотов застанется прайоритетным напрямком в дейности и в гэтым годе. Основные намагания будут знакерованы на выращение проблемных пытаний в сферах жилево-коммунальных господарки, будауництва и дорожного становища. Минавито гэты и темы стабильно складаются основный процент у тематичной структуры зворотов. Мы опробировали новый формат работы в рамках «Единых дней ЖИО». Это позволяет нам сегодня более качественно, более успешно разъяснять людям те новшества, которые появились и связаны с новыми образованиями в законах, нормативных актах. Сегодня начальник управления Держа-Аутоинспекции Управления внутренних справ Гомельского Абл-Ваканкама Игорь Александрович Макушенко откажет на пытании телеглядашоу. У 18.01.50 хвилин глядите одночасова на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4» интерактивную программу «Диалог». Пашац-эферу будет працаваць телефон промой линии, поведомец об хвалюющих проблемах, выказаць конструктивные пропановы на контрорганизации дорожного руху можно по номеру 77-68-45. До инших тем. У Мазыры затрыманы валютшик. При сабе мушинами узначную сумму грошей у валюте и беларуских рублях. Затрымание 43-годового Мазыранена проходило недалеко от рынка Истпал. До автомобиля валютшика с просьбой поменять доллары США на национальную валюту звернулись и мятцовые жихары. После того, як операция по обмене была проведена, мушину затрымали. По часа гляду, его автомобиля знайшли каля 2000 долларов США, 120 евро, 30 тысяч рублев Российской Федерации и 35 миллионов беларуских рублев. Дарыш и валютный гандляр не первый раз трапляю поле сроку правоохонных органов. Однако належных выводов он для себя не зарабил. Удашинение до порушальника складены администрационный протокол. Матреалы проверки накерованы для разгляда у суд. За совершение незаконных делок с иностранной валютой между физическими лицами предусмотрена ответственность в виде штрафа по пункту 1.1, то есть за обмен, скупку, продажу от 50 до 100 базовых величин с конфискацией всех денежных средств, находившихся у виновного лица. За аналогичное правонарушение, совершенное в течение года, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 до 200 базовых величин. Презентация новой книги члена Союза письменников Беларуси Нины Шкляровой прошла в литературном остатском салоне «Сустречина Замковой». Нина Шклярова – поэтесса, перокладчик, автор книг, керавник школы-студии «Молодый литератор». В 2015 году она стала лауреатом литературной премии «Имя Кириллы Туровского» в номинации «Поэзия» за отповедание «Змаченной молитвою и песней» и лауреатом международной литературной премии «Имя Баяна». Нина Шклярова друкуется у широку коллективных сборников Беларуси, России, Украины, перокладая. И она дарыша одиная женщина, якая полностью пероклала слово о полку Игореве со старорусской на белорусскую мову. Новая книга аутера, якая отримала назву «Засветло стихи и переводы», перша у ее карьеры на русской мове. Такое было замечание, что на русском языке мои стихи как будто бы пишет другой совершенно человек, а не такого философского плана. А на белорусском языке они такие непосредственные, такие легкие, посвященные родному краю, Белоруссии. В этой дне у Гомеля проходит третий открытый международный турнир по интеллектуальных гульнях «Фавор». И он проводится для школьника, узнавца у основы христианской культуры. На урашистом открытии турниру побывал наш корреспондент Светлана Князева. Турнир по интеллектуальных гульнях «Фавор» организованный Гомельским епархиальным управлением Белорусской православной церквы совместно с областным палацем творчества детей и молодежи юнацтвам, клубом интеллектуальных гульнях «Белая Рысь» и отделом индукации «Гомельского гарвы» «Канкама». Организаторы турниру ставят перед собой задачу садзеничать моральному, духовному, интеллектуальному развитию молодежи, поширать веды у галяне христианской культуры. Тут упевнены, важно провивать навыки працы у коллективе при допомозе интеллектуально-гульнявой деятельности. До речи, в этом году тема гульня связана с имем освятницы Белоруссии, Святой Проподобной и Ухросиньи Полоцкой. География удельника у турниру достаточно широкая. Есть ребята, которые за попередние годы уже стали соправдными фаворовцами, есть те, кто у першиню за довольнением завитал на «Гомельшину». Это православный конкурс, и мы часто участвуем во многих православных конкурсах, поэтому нам пришло приглашение отсюда, и мы тоже решили поучаствовать в этом конкурсе. Нам очень приятно, что из года в год у нас присоединяются новые-новые участники. В этом году из новичков это Борисовская епархия, Минская епархия, Старый Оскол и Сумы, Украина. Усяго у турниры принимают у дел 17 команд, 5 из них – в Гомельске. Они показывают свои веды у християнской истории и культуры. Ключевая тема – життё и деятельность Проподобной и Ухросиньи Полоцкой. Сподорожные – новины православной церквы «Азбука веры», устройства храма и инше питание християнской тематики. Под час 46-го открытия турниру керовник миссионерского отдела Гомельской епархии «Айтес Артемий Крывицкий» отслужил молебен. После жаго отбылась первая гунья. За гуньевым столом керовники команд-удельниц турниру. Для удельников турниру запланованы и паломницкий день. У программе наведывание Гомельского палацова-паркового ансамбля, Гомельского филиала Ветковского музея, областной библиотеки, имя Ленина. Светлана Князева, Игорь Марышенко, телерадую компанию «Гомель». Гомельский державный мастацкий колледж проставил работы своих навушенцев. В специальности – живопись, дизайн, декорату на прикладное мастацтво, текстиль – экспоновали лепшие творы. На протягу двух месяцев наставники суместно со специалистами областного центра народной творчести отбирали лепшие выработки, теперешних вушни и яркие дипломные работы минулых годов. Тут можно убачить створы, выполненные в техниках алейного, акварельного, акрилового живопису, ткацкие выработки, батык и габелин. Даже сегодня Гомельский державный мастацкий колледж является одной из самых успеховых, средних специальных научных установ по мастацкой подрихтовции в нашей стране. Большаясь выпускников с легкостью поступают в ушейшие научные установы. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин